так всем здравствуйте и сегодня у нас с вами такая замечательная осень масло и начнем мы карандашного построения небольшое совершенно несколько линий у нас будет вот здесь карандашики вот здесь можно послушать вот небольшое построение давайте листик зрительно разделим на три части и первая часть у нас как раз будет совпадать с краем вот этой дорожки ну там фуман будет но тем не менее 1 3 берите берите 1 3 и как раз это еще и будет у нас меткой для фигурки мы тоже включим сюда на эту линию так 1 3 дальше мы что раз два три ну примерно тоже 1 3 это край заборчик тут есть но мы вырисовать не будем усложнять потому что нам наша задача это все довольно быстро сделать тоже давайте на три части разделим вернее как раз а вот здесь поменьше можно оставить не ровно три части а здесь поменьше вот сюда у нас дорога пойдет здесь у нас дерево будет вот этого большое сразу вам нужно отметить даже бог можно будет с большим сгибом его нарисовать как бы вот с таким закруглением как бы природная арка такая фигурка у нас где-то вот здесь у нас фигурка будет тут кустарник каким образом года до этого дерева вот до этого дерева прям рисуем перспективу такую немножечко вот такой уходящий вдаль прямоугольничек раз и кончается он чуть дальше чем ствол дерева вот видите и вот тут мы лавочку поставим красивую это вот не фигура это если что просто края вот этого вот уходящего вдаль забора но забора не будет перспективы такой вот видимый и скамеечку мой скамейка вообще красота нам главное нарисовать боковую часть а все остальное она сама нарисуется на уровне где-то начало кустарника само вот это сидалище вот где-то вот внизу кустика в сиденье здесь спиночка такая с выгибом но не до конца кустарника а как-то вот не доходя сантиметр до края кустов здесь ножки такие суда и вот такая немножко выгнутая как у стула здесь форма может быть совершенно произвольно если вы хотите сделать как-то ажурно ой столько я вчера готовилась к занятию лавочек этих пересмотрел есть просто произведение искусства просто невероятно здесь она конечно попроще и самая главная особенность то что мы вот эту вот лавку тоже должны увести перспективу то есть вот эти вот две линии параллельно и но вот этот вот отрезок больше а вот эта вот вот меньше прям вдоль линии кустарника вот так вот так вот вот эту вот линию обозначили где как раз корешочки у кустарника вдоль этой линии параллельно прямо перине но на сход вот таким образом дальше спинка вот это вот уже меньше и то же самое уходит перспективу торец ну торец может показать и толщину торца такой миниатюре это делать и не надо мы это кисточкой мазочек сделаем тоже где-то там дальние ножки может даже немножечко покороче мы сделаем сейчас я издалека посмотрю что у меня ключи все счастливы до фотографии пришлю ага хорошо чуть больше и положим прям параллельно к этой вот линии можно можно Конечно. Лавочка такая синяя. Единственное, может быть, действительно, ножки сделаю покороче. Но это уж так уже можно по ходу, если. Так, ну, собственно говоря, и все. А фигурку мы уже сделаем, когда... Смысл ее сейчас нет делать, потому что все закрасится. Мы ее сделаем уже, когда у нас будет все готово. И вот это дерево с этой стороны давайте обозначим тоже чуть с небольшим наклоном. В эту сторону, как бы такой свод природный получается у нас. Там за кустиками стволы... Ну, это уже можно даже карандашом не намечать. Это мы уже наметим, кисточкой сделаем. Все, весь карандаш. Самое сложное построение – это лавочка. Все, не торопимся, делаем лавочку. Если что, можно так. Почему? Я забыла, что я стекла. Сверху в форматике такой цвет. Ага. Тебе лично. Шурша, у чувачек. Ну, а деревья шурша? Ну, ничего страшного. У всех немножечко по-разному. Это нормально. Так. Какой-то диван получился маленький. Диван тоже хорошо. Удобно. Сейчас же есть такие лавторы в диван. Так, ну что, начнем нашу живопись. И начнем мы вот с этого вот тумана. Сделаем его немножечко тут серый. Ну, давайте сделаем с небольшим таким сиреневым оттеночком. Белила, основа замеса. Краплав красный берем. И кобальт синий. Прям такой сиреневый туман. Белила. Немножко краплава. Кобальт синий. Сейчас размазну. Хорошо. И вот до этой линии прям замазываем даже без всяких сомнений. Вот такой нежно-нежно сиреневый цвет у нас получается. Добавляете, да? Да. Прям вот до этой линии. Прям, чтобы не получилось синее небо. Потому что это не небо, это туман там вдали. Поэтому надо достаточно краплака добавить. Чтоб не очень синее было. Вот деревья сразу у меня все замазались. Ну, ладно. Оставляю чуть-чуть лишь наметки какие-то. Вот такой вот нежно-сиреневый у нас должен получиться. Белил титановый, краплак красный, кобальт синий. Достаточно краплака. Даже можно как-то порозовее сделать. Потому что если сильно много будет кобальта, то получится не туман, а небеса. Не торопимся. Вот таким образом. Чуть больше белил. Белил там. Прошите. Белил кончается. Давите. Белил много. У нас еще благотворитель принес. И цинковый еще есть, который закупили случайно. Так, синий. Вот что, кобальт или все? Кобальт. Белил. Не, не, прям хороший цвет. Можно чуть-чуть растворитель, чтобы пожиже, чтобы лег быстрее. Дальше. Вот так вот. Отлично. Вот он наш туман красивый. Сиреневый туман. Да, уже дальше получается. Потом в этот же замес, который у нас был светлый, вот этот туманный, вмешиваем чуть-чуть кадмия оранжевого, чуть-чуть кадмий желтый. У меня светлый. У меня не средний. Кадмия желтый светлый. Вот такой должен получиться нежно-нежно, оранжевый такой вот, кремово-оранжевый такой замес. В этот же, что мы внесили в этот же туман, добавляем оранжевый и желтый. И прямо вот здесь вот. Прокрываем одним тоном, одним цветом. Вот этим нежно-оранжевым. И даже кустики там можно тоже. Чуть-чуть мы потом будем их делать зелененькими, но там за ними что-то проклятывает опавшие листва. Пусть будет. Ну вот у нас первый такой слой готов. Единственное, что нам надо сделать, это вот слить вот этот оранжевый и вот этот сиреневый. Поэтому мы делаем вот так вот, средний такой цвет между вот этим нежно-оранжевым и сиреневым. И сглаживаем вот эту линию. Она у нас не должна быть видна. Очень-очень плавный переход. Сегодня я ехала в туман такой красивый, необыкновенный. сейчас еще на улице. Лондон. Да. Просто оболчи. Ну что, минус пять тоже хорошо. Ну что, вот снижок. Красивый. Нет, там нули поможет просто просмотрела. Вот так вот эту линию аккуратненько сглаживаем, отмечить. И вы знаете, вот где эта фигурка, она же выделяется на таком светлом фоне. Давайте немножко просто чисто белил возьмем. Они у нас не будут чисто белилыми. Они сейчас вотрутся в первый слой и будет хорошо. И там, где вот именно вот эта фигура, вот попадящая вдаль, сделаем такую вот дынку беленькую. Вот. Облачко. Белое облачко. И постараемся, чтобы не было вот у меня прям мазочки такие, чтобы тут мазочков видно не было. Вот таким образом. Можно чуть желтизны добавить в этот белый. Чуть-чуть. Опять никаких жестких границ. Все очень-очень так. Очень мягко. Ну все. Можно сейчас приступать уже к детализации. И начнем мы издалека. Деревья в тумане. Они будут у нас едва-едва видны. Едва-едва наметим. Очень мягко. Берем умбра жженая. Белила. Кобальт синий. Умбра жженая. Коричневый. Умбра жженая. Умбра жженая. Кобальт синий. Белила. И белил достаточно надо взять, чтобы у нас получилось едва-едва легкие деревья там, вдали, за рекой. Теплый замес получился. Вот такой вот светло-серенький. И вот этим светло-серым мы с вами делаем деревья, стволы, вот там вдали, в тумане. Вот как бы с такими подрагивающими движениями. Потому что ствол где-то он уже, где-то шире. Чтобы не были палки у нас горчащие. Дальше. Светло-серым вот этим. Причем внизу почетче, а наверху вообще они уходят. Туда. Туман. Стараемся, чтобы легко-легко было. Едва-едва. Чуть больше белила. Умбра жженая, кобальт синий и белила. И вот эти вот стволы прям по всему холсту и там вдалеке тоже. Вот эти стволы в тумане. Отличная штука. Прям вот, когда мы будем прокладывать передний план, вот эти вот стволы там на дальнем плане, такие туманные, будут очень красиво смотреться между вот этими четкими, словами. Более четкими словами, эти вот такие вот дымки туманные. Наверху практически они тают, растворяются. То есть сверху можно чистой кисточкой просто как бы их немножечко списать, растворить. Вот таким образом. И там даже вот вообще где-то вдалеке можно вообще еле-еле намеком дать какой-то стволик, который там прям растаял вдалеке. это придаст еще больше ощущение такой перспективы, глубины. Ну и ветки какие-то можно немножечко нарисовать, наметить. Не то что уж прям, чуть-чуть. Все равно мы это закрасим передним планом, поэтому если мы буквально несколько дадим вот таких ветвей, этого будет достаточно. Чуть-чуть. Легко-легко. Пользуюсь этими же замесами, которые у меня на палитре. Вот этот серенький, где-то вмешался немножко оранжевого, ничего страшного, это даже и хорошо. Вот таким образом. Ой, и уже какой-то такой туман, уже как-то у нас определенная атмосфера появляется в нашей работе. Отлично. Молодцы. Раз-раз все успевает хорошо. Так, что еще? Вот, конечно же, листва у этих деревьев, которые на дальнем плане тоже есть. Поэтому вот тут вот мы, вот этот вот наш нежно-оранжевый, который у нас внизу, вот этот вот шифон кремово-оранжевый, белила, кадмия-оранжевый, кадмия-желтый-светлый. Вот мы этим замесом делали внизу, прокрывали. Сейчас чуть-чуть даем где-то вот там на дальнем плане листву у тех деревьев, которые в тумане далеко. Вот прям едва-едва, чуть заметно. Ни в коем случае не ярко, потому что чуть ярче у нас будет листва. Вот такие вот пятнышки. Бледненькие-бледненькие. Желтая-оранжевая, белила. И вы знаете, на дальнем плане еще очень хорошо смотрится сиреневая листва. Поэтому сделаем сиреневый замес. Краплак красный, кобальт синий, краплак кобальт и немножечко, но не немножечко, тут достаточно белье. Вот таким нежным сиреневым замесиком пройдемся еще по листве. Вот такой вот у меня получился даже больше розовый. Чуть добавлю. Топлака. И белил чуть-чуть вот слегка. Тоже такая дымка как вот. Просто примакиваю кисточку, прикладываю к холсту очень так, слегка-слегка. Практически кладу кисть на холст. Чуть-чуть. Ног не надо. Еще будет передний план. Можно чуть больше внизу. Стволы не потерять. Вот так вот достаточно. Вот это у нас листва дальнего плана. Нежно-оранжевая и нежно-сиреневая. Нежно-оранжевая и нежно-сиреневая. Где-то у меня тут случайные цвета вылили. Кисточка грязноватенькая была. Поэтому убираем. И так, что теперь у нас? Это все сделали, да? Ага, молодцы. Вот этот кустарник, он вроде как еще и даже зеленый. Но нам надо сделать такую зелень, чтобы понятно было, что это не весна среди осени. То есть как-то тоже не такую явную зеленку. Но все равно на основе нашей травяной зеленой. Зеленая травяная. Охра золотистая. Зеленая травяная охра золотистая. Вот получается вот такой вот у нас замесик. И сейчас я посмотрю, как он здесь будет у нас. Ну да, в принципе хороший цвет. Белила сюда не нужны. И делаем тонкой кисточкой, наверное. Тоненькой кисточкой такие листочки. На переднем плане они прям явно видны. Не забываем вот здесь, где лавочка. Между сиденьем и спиночкой тоже у нас листочки видны. Прям вот этим плотненько прокрываем. Такие так-так-так-так. Листочки вот такими тачками делаем. И внизу в тени более тон у нас будет более темный. То есть плотнее красочку. Менее прозрачный замес. Более густой. И тут некоторые листья как бы они вырываются из этого общего очертания прямой линии. Это придает живость. Обычно, если кустики только подстригли, они прям так-тык-тык-тык. Прям вот прямая-прямая у них верхушечка. А тут уже осень. Ну кто осень уже? Никто не стреляет. Поэтому раз какие-то ветки выросли, и на них листики такие торчат. Где-то еще вот здесь вот оттопыривается листик. А внизу сделаем тот же замес. Зеленая, охра и умбра жженая. Чуть потемнее внизу. Потому что тень сверху прям освещенные такие листики. А тут прям такая плотная тень. Прям умбра можно побольше. Вот так вот. Ох, отлично. Прям кустики у нас получились. И что еще? Ветки кустов тоже проглядывают. Вот эти стволики. Я для них сделаю замес из, можно, голубой ФЦ, а можно кобальта синего и умбры жженой. Коричневая и синяя. Это у нас будут стволы. Вот эти веточки, на которых у нас листики. Тем более осень, что-то подопало, они больше видны, чем летом. Поэтому их, конечно, надо показать. Синий и коричневый. Ну, любой синий. Можно и ФЦ даже, чтобы они потемнее были. Вот, и ФЦ намешало. Они более плотные. Все-таки это прям самый передний план. И он, конечно, нуждается в более детальной проработке, чем то, что у нас вдали. Поэтому тут сделаем. Не поленится. За лавочкой уже более тонкие, вообще тонкие волосики. Если мы делаем вот эти веточки, то прям вот волосики. А вот здесь чуть потолще. Но, по-моему, не сильно будем, не переставаемся. И еще такой момент, на который обратим внимание. Они у нас получились, вот эти, как бы, отдельно листва, отдельно стволы. Почему так получилось? Потому что ни в каком месте листочки стволы вот эти наши не перекрывают веточки. И поэтому где-то в каких-то местах раз, буквально несколько мазочков, мы хоп-хоп по ним. И сразу будет у нас ощущение, что стволы эти все-таки относятся к этой листке. Как бы сажаем листву на эти ветки. И сейчас проработаем передний план. Вот эту вот дорожку, усеянную листьями. Есть, есть. Вот это вот сам, а, у Элитна и Антонша. Это прямо, это прямо сам Антонша. Только она немножко так распушилась. Вот, самое интересное. Большая листвалка сама. А потом лавочку сделаем. И с низом будет уже все закончено. Будем переходить к верхней части. Такая красивая получилась. Все сделаем. Ой. Сколько всего вам? У меня ничего прям совсем не лавочек. Ничего, ничего. Сделаем. Так. Сейчас будем делать вот эту богатую осеннюю листву. и замес у нас. Тут еще асфальт проглядывает. Ну, это ладно, это мы тоже сделаем. Может его и сразу сделать даже. Ой. Это нет. Это тогда еще на три занятия. Хорошо. Тем более она, видите, закрыта листвой. Серый цвет. Да? Вспоминаем. Серый у нас получается путем смешения. Сложный серый путем смешения. Темно-коричневого. Давайте возьмем голубую ивце, чтобы ее не обижать. А то мало ее задействуем. Получился такой черный. Умбраженная голубая ивце. Голубая ивце прямо в уголочке у нас. И белила. И белится. Что делаем там? Лапочку? Нет. Сейчас асфальт сделаем. Ага. Прям белила, чтобы не пачкать, я прямо вот в этот, рядом с ним отдельно положу горошинку белила. Иначе, если в общее белило лезть, черный, конечно, очень пачкучий. Вот. Получается такой серый. Но чтобы прибавить такой осеннести, осеннего такого оттенка, давайте возьмем его золотистую и немножко добавим в этот замес. Получается такой теплый серый. Смотрите, какой красивый. И прям делаем вот такими движениями асфальт. Особенно вот на переднем плане он прям вот виден-виден. Вот так вот. Можно прям на зрителя потемнее сделать. И дальше чуть светлее. То есть меньше белил мы добавляем в тот цвет, который мы прокладываем внизу холста. И дальше чуть светлее туда туман. Все дальше. И вообще правила воздушной перспективы. Мы постоянно будем об этом говорить, с этим сталкиваться. Можно это прям запомнить, что ближе, четче, темнее, контрастнее. Дальше более размыто, светлее и мягче. И тогда у нас будет получаться наша работа глубина. Поэтому прям смело можно на переднем плане делать такие более темные мазочки. И чем дальше, тем мазки более мягкие, более светлые. А тут под лавочкой, конечно, тоже надо потемнее сделать. С под лавочкой такое место теневое. Туда и листву, конечно, замело, но она тоже в тени. Прям вот делаю тень под лавкой. Под скамейкой. Под скамейкой. Под скамейкой. Добавка немножко другой. Это без спинки. Под скамейкой. Ох, красота уже получается. Уже что-то так вырисовывается у нас. И что тут важно? Тут важно уже очистить кисточку от темного замеса. И уже сделать. У меня все зелень. Туда дальше тоже серый. Чуть-чуть. Возьмите плоскую кисточку и немножечко ее. Раз, это. Раз, это. Раз, это. Так. И вот этот у нас серенький уже более светлый пошел. Более светлый серенький. Стараемся мазки делать ненаправленные. То есть, чтобы не было ощущения. Знаете, когда мы рисуем дождь, мы делаем направленный мазок. И чтобы не было ощущения какого-то движения, втекания, утекания. А листва она лежит спокойно на земле. Поэтому мазочки у нас спокойные. Лучше делать их параллельно краю листа или с какой-то сбивкой, но не в одну сторону. Да? Потому что, когда река течет, мы делаем мазки по ходу движения реки, когда дождь идет по ходу падения капель дождя. А здесь у нас, чтобы лишнего движения такого ложного у нас не возникало, мы делаем спокойные мазочки. Параллельно краю листа или же вот так вот их перебиваем. Право-влево, право-влево. И дальше, чем дальше, тем мазки более легкие, более прозрачные. Такие едва намеку. И сейчас положим, не теряем вот этого облачка, в которое мы впишем фигуру туда. Да, да. Ну ничего страшного, он найдется. Вернется. Вернется, конечно. Он вернется. Лучше ушел уже. О, нет. Не-не, он там где-то... Он вернется. Какие-то уверенные. Ну не дождался. Заверз. Вот это все. Братя, ты написала такую книгу, что она не будет? А в среду она будет? Не знаю, была ее пока. Во вторник, вы нам скажите это. Хорошо. Спасибо. Так, теперь листва. Сейчас вот мы то, что старались, это серость наводили. Сейчас мы ее будем закрашивать. Сейчас мы ее будем закрашивать опавшей листвой разных цветов. Итак, ну куда нам деться-то от желтого и оранжевого? Смешиваем желтый и оранжевый. Сейчас попробую. Желтенький и оранжевый смешиваем. И прям вот смотрите, где дорога. Вот самая такая центральная часть дороги. Обычно ее растаптывают и там не очень много листьев. Поэтому вот здесь вот пореже, именно по направлению движения. А на периферии вообще-то плотненько. Ну вы знаете, первым слоем можно проложить одинаково и там и сям, а потом с боков добавить. Кругленькие делаем мазочки. Не машем кисточкой ни вправо, ни влево. Просто тык-тык-тык-тык кругленькой кисточкой одна точечка. Желтый с оранжевым. Вообще без всяких там мудрований. Смешиваем желтый с оранжевым. И кончиком круглой кисточки просто делаем такие точечки. Везде. Под лапкой. Сбоку. Прям не пожадя им трудов своих. Вот прям плотненько-плотненько прокрываем вот такими вот с кругленькими мазочками. И это надо просто терпение. Как прям. За счет того, что подложку оставили оранжевым у вас хорошо, но так сделаем. Да, совсем закрашивать, конечно. И по краям побольше, да, потом? Да, ну можно сейчас так оставить, а сейчас мы будем еще охрой покрывать. Просто давайте охра красная. Чисто охра красная. Следующий слой. Охра красная. Чистая, без замесов. Больше. С двух сторон. В серединке. Больше по бокам, да? Тоже есть. Ну и поменьше. Чуть я сильно налякала. Это далеко у тебя. Да? В серединке чуть поменьше. На дальнем плане, там, вдалеке, точечка сама очень маленькая. То есть крупнее точка. Ну понятно, что листик ближе он больше, листик дальше он почти сливается. Да, поэтому такие деликатные-деликатные точечки там вдали в тумане. Тут еще, видите, кустики и под ними тень. Тоже не забудем эту тень. Охры красные я делаю. И немножко умброжженые. Вот те кустики мы тоже сделаем вот эти вот чуть-чуть. Умброжженые, охра красные. Ну что, у нас прям хорошо получается. Молодцы. И последние мурашки, вот эти точечки, у нас будут умброжженые. Прям потемнее. Передний план, чисто умброжженые. Передний план, жухлое листва. И особенно по бокам тени даем. Это у нас будет эффект кулис. Это вот жухлое листва. Умброжженые, чисто умброжженые. Самое коричневое, да, самое темно-коричневое. И обязательно не замазываем сплошняком, оставляя вот эти вот рассветы между мазочками, чтобы вот именно не потерять вот этого эффекта шуршания вот этих вот листьев. Вот тут главное просто терпеливо это все прокрыть такими точечками. Особенно у тех, у кого большие форматы. А можно, чтобы нам тоже кружочки заказали? Так интересно смотрится. Я больше не перейду с кружочками последовательно. Конечно, можно. Можно один раз попробовать, да. Разочек. И вот тут на акустике тоже я немножечко зайду умброжженые, чтобы как-то вот немножко как бы... И у основания чуть-чуть, вот у корешочков потемнее. Этой же умброженной. Подглавочкой особенно темнее. Прям пусто, да, умброженная? Да, прям пусто. Подглавочкой сделаем. Ну и все, еще можно будет... Потом посмотрим, нужны будут ярко-оранжевые акцентики, или они у нас будут разваливать композицию. Пока оставим вот в таком монохроме. Так, верхушечка, деревья, и потом главочка и фигурка, и все. То есть фактически вот мы за одно занятие сделали такую большую красивую работу. Умброженая, кобальт синий, вот этот сложный серый, но уже так немножко поярче. И немножечко белил, потому что все равно у нас туман некуда наш не делся. Будем рисовать деревья переднего плана. У нас есть еще и деревья среднего плана, может с них начнем. Дальнего мы сделали. Давайте так, сделаем деревья среднего плана, то есть чуть больше белил. Вот такой серый замес должен получиться. То есть темнее, чем вот эти деревья дальнего плана, но они должны быть светлее, чем деревья вот этого, ну, это не совсем передний план, но деревья, первые деревья такие, наиболее близкие к нам. Мы самые близкие? Нет, нет, средний, давайте сейчас средний. Средний, вот такой серый. Это какой делать сейчас рисунок? Ну, это вот это, например, да, ну, так, вариации на тему. Ну, примерно, что понимаете? Угу. Тоненько, средний план, а потом будет у нас… Вот там даже два ствола практически сливаются, да, вот тот ствол, средний план и дерево на переднем плане. Ну, так и сделаем, мне нравится красиво. Вот эти два дерева не совсем передний план, да? Угу. 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 Надежды. Дальний, да, серый. специально взяла горизонтальную композицию потому что смотрю что у нас последнее время одни вертикальные только первый до пейзаж делали с рекой захвата листу не будем на среднем плане все это достаточно и теперь такой ответственный момент образ жженая кобальт синий образ жженая кобальт синий или голубое яйца будем делать самые близкие к нам деревья темные стволы но опять же немножечко белил или даже просто вмешаем вот в этом замесе которую которую мы сейчас делали деревья и этим же заметь в этот же замес смешаем нет нет она у нас будет только улучшаться нет нет темные но не черные потому что все равно туману даже если ты близкий объект все равно немножечко чуть-чуть какой-то дымки есть и так переднем плане вот смотрите вот такой интенсивности примерно все то же самое да просто варьируется количество белил да совершенно верно давай по жене уже нет и ветки ветви можно прям одну такую свисающие это подчеркнет вот этот вот арку как бы приводно кустик я прям за кустик его на кустик я поправлю чтобы листики и кустика и на это дерево заходили да и вот это вот дерево которое с этой страны на переднем плане и наверху более на это сейчас делаем придумываем веточки ничего страшного если мы отклонимся от первого источника даже хорошо уже ты за интернет-картинка единственное что я сюда фигурку оставила и это мне было поживите хотим много ветвей немного и тут какие-то стволы да вот у нас два дерева в тумане можно вот здесь вот у основания делать их по темнее прям около кустиков а дальше куда уходит в туман это кстати хорошо еще больше туманности нагоняет загадочности наверху тоже прям белилами или вот эти вот сереньким пройдемся вот здесь чтобы верхушки были тумане переход такой от темного более светлым даже можно немножечко сделать такой сиреневатый оттеночек у меня остались тут замес сиреневый у вас кстати тоже на палитрах сиреневые замесики остались немножко по верхам пройтись вот этим по верхам деревьев пройтись вот этим сиреневатым замесом получается прям кстати у нас батареи холодные хотя хотел сказать получается такой осенний холод и вдруг вспомнилось у нас тут морозят ну вот все скоро уже развязка единственное что мне очень понравились вот эти вот рефлексы вот листвы на деревьях это охра красная вот она охра красная чуть-чуть вот как бы цвет от листочков отражается стволах деревьев немножечко сильно в этом стволе так что еще важно ум броженная немножечко с белилами и делаем тени дома без тени ум броженная можно вмешивать в этот серый замес и чуть-чуть даем тени от деревьев идут тени вот от дерева спущу вообще а тут кустики давайте кустики прямо так вот не зеленым просто такими тонкими мазочками рядом с этим деревом пусть и как это неплохо было бы сделать потому что он отделяет как бы передний план от дальнего он через дорожку этот кустик или да кто узнает наверно там до ответвления аллеи есть так что еще возвращаем потерянные листики закрашены это зеленкой давайте немножечко дадим туда в эту зелень желтенькой зеленый желтым потом не закрасим зеленой желтым зелененькой желтым тут немножко мы слов продлили и закрасили кустики чуть-чуть и мы как бы это возвращаем на место и еще совсем у нас зеленая получился вот эта вот стена кустарника совсем зеленая поэтому знаете я где-то о просто охра золотистой чистой где-то несколько мазочков дам чтобы посадить туда эти кустики а то они как бы не в среде не в том времени года если мы чисто зеленые оставим чуть-чуть несколько мазочков охрой золотистой внутри сделаем так ну чё стамейка листва и под конец у нас будет фигурка давайте сейчас пока у нас еще много сил много сил не торопимся я кстати ролик выложу если кто-то захочет посмотреть что там стилизацию какую-то сделать может сделать дома если красочки можно кстати вот эти краски если брать какую-то палитру закрывающуюся можно домой брать там доделывать там если что-то мастихин можно можно сказать мастерок у нас огромный выбор этих мастихинов на маяковского 14 подвале все для художника она прям выкладывает перед вами и вы выбираете какого она мне кажется просто запутать да так лавочка у нас она смотрите такого кирпичного цвета давайте мы сделаем знаете какой замес ухра красная и белила окра красная и белила окра красная белила да да и сиденье и спиночку делаем просто закрашен а торец лапки умбрыженный вот этот вот торцевую часть так и разделить можно до досочки тоже умбрыженный чуть-чуть ну вот так и и и и и и и и Туман. Зря бы это самое. Славочка, скажите, а мы ее не наклоним, а мы ее наклоним как надо. Согнем. Ну, если хоть с ней совсем боярского, чтобы он был шляп. Наконила цвета. Чуть больше, чуть больше желтого просто. И все. Да. Потому что камера не стоит. Ну, а он так и есть. Вот тут просто немножко посветлее сделать, чем дальше, тем чуть-чуть посветлее. Просто немножко вот получается передний план одинаково контрастный. Поэтому не получается вот этой вот глубины. А если вот здесь вот немножко вот как бы вот такие вот мазки убрать, сделать более прозрачными, и может быть вот прям вот таким вот взять вот эти вот дынки сиреневые, вот это прям нажимаем. Вот на дальний план. Она раз сразу туда уделка, и желтеньких добавить цветов. Так. И вот эта ковка сама вот эта очень красивая. Делаем ее образ жженой и голубой овцы. Вообще не будем мудрить. Образ жженой и голубой овцы. Делаем вот эту ковку. Спинка. И ножки. Раз. Раз. Угу. И у меня остались кое-какие непрокрасы. Я просто закрываю ее. Их вот эти вот на прокрасике. Ну можно охрой. Охрой золотистой. Вот эти вот. Охрой золотистой. Уморожженая. Ну любыми такими. Вот тут потемнее кустарник, там за лавкой тень падает. Охрой золотистой. Поэтому уморожженая нам в помощь. Вот так вот. Не прокажется прям убрать. Надо обязательно. Ну вот такая вот у нас. Лавочка такая не затейливая хорошая получила. Вот так. Мы ее потом листочками тоже закроем. Тут вы знаете, чтобы она не терялась. Да. Эти вот кустики за ней сделаны более темные. Ну что, листва, листики и фигурка. И красота получится. Листики. Итак. Оранжевый, желтый, желтый, оранжевый, охра золотистая. И охра золотистая. Желтый, оранжевый, охра золотистая. И такими вот. Примакиваем кисточку. Стараемся уже прям держать практически плоскостью. Оранжевый, желтый, охра золотистая. Кабми оранжевый светлый. Кабми оранжевый светлый. Кабми оранжевый, охра золотистая. Ох, прям такая вот, тоска такая парковая. Уныние такое, осеннее. Такое вот чувство. Оно хоть и грустное, но такое очень светлое что-ли. Но это нужно ювелиры, чтоб ему лицо написать. Ощущения зато какие будут? Не уходит. Да не уходит, не уходит. Это кто как это? Кто как? Ну, несомненно. Может только идет. А на скамейке можно девочку нарисовать, а она там раскачила. Радуется, улыбается. Может быть, у нас его, как-то мальчик? Нет, мы затрадиционируем. Значит, собаку можно нарисовать. Брошенное. Нет, которое радует. Мой обожает листик, говорят. Чушка. Ужас. Я вообще сажу, на мою, там с духами попрызгаю, там несчастье вот такого. Очень хочется вонять какого-нибудь штукой. Мне нравятся духи те, которые не были. Чего бы я ни побыла. Поэтому он приходит и воняет. Думаю, что он охотник. Оранжевое и ухро золотистое. Еще немножечко, потому что листва какая-то в тени. И где-то должен быть поинтенсивнее вот этот замес. Просто оранжевое и ухро золотистое. Чуть потемнее вот здесь наверху, да, прям хочется. Тут охро золотистое. Давайте с этой зеленочкой. Вот видите, совсем передний план. Тут даже какие-то ветки видны, их можно нарисовать, кстати, это будет здорово. Немножко добавляю даже умброженые. Вот сюда охра золотистое, зеленое, умброженое чуть-чуть. Такими вот примакиваниями. А я на него даже на этот план даже внимание не обратила. Сейчас мы веточку нарисуем. Вообще вот красота. И прям умброй я вот так вот ветку. дерево, которое видно тут у нас сзади. Охро чуть-чуть. Это чисто охро. Я делаю какой-то тут антидномазочек. Так, ну что, фигурку, да? Давайте. А красненькую вам добавить? Можно. Можно красненькую добавить. Фигурку мы прямо вот здесь, в самом светлом месте, делаем вот такой мазок плоской кисточкой. раз. Прямо по размеру вот этой плоской кисточки. И далее что мы сделаем? прямоугольничек в верхней части окатый такой. Прямо вальчик нужно посадить. вот сюда верхнюю часть. Кружочек. Охвальчик. И чтобы ощущение было того, что он идет, тут еще вот так вот делаем. нога. Сейчас тоже. А вторая вот таким образом рисуется. Достаточно будет. Чуть подлиннее сделаем. И короче получается. Сначала рисуем просто палочку. Сверху кружочек. Потом овальчик. Все просто. Такая вот толстая нога. И такая. Вот приблизительно вот. Силоэтик такой. Получается. Самый хороший силой получился. Не, нарисуем, нарисуем. У меня просто телефон стал быстро садиться. Еще я хотела на лавке нарисовать листики. А мне показалось на лавке. Как нежного к нему. На лавке скамеечки нарисую листики. Ну и в общем все. На сегодня все. Не торопитесь. Заканчивайте работочку свою. Я просто уже.